приветствую вас дорогие друзья решила немного хотя бы чуть-чуть чтобы вы меня увидели но снимаю фронтальной камерой чтобы мне потом не монтировать видео потому что очень много дел приятных дел во дворе в огороде и не хочется тратить время на монтаж поэтому у меня есть 23 минуты именно столько я могу снимать видео без монтажа не знаю смотрела я в настройки в общем не понимаю как настроить видео чтобы она длилась ну столько сколько я хочу без монтажа может быть вы мне подскажите в общем я пришла только что из салона стиль сделали стрижку но конечно сейчас вот это все нужно красить сегодня дочь придет ко мне будет заниматься покраской моей головы а я пойду красить все остальное во дворе и конечно же сейчас выйдем во двор сегодня не будет дел вязальных сегодня расскажу о планах что я делаю там во дворе что творится отдельный ролик уже тогда расскажу и обо вот этой занавески ну и в общем обо всем что я там понавязала это будет в отдельном ролике и так поехали ну первым делом я занесла вчера лазила в погреб занесла по выбирала более-менее ровненькую картошечку чтобы она здесь прорастала и в общем достала вот здесь она стоит в тепле уже у нас отключен котел друзья в доме 22 градуса ночью там 12 13 бывает но я правда включаю конфорку котел уже не работает с 30 марта и в доме тепло это я вот к чему вам рассказываю кто-то спрашивал ну как елена толк есть от вашей отмостки вот хочу сказать что толк есть дом стал намного теплее вот в этих комнатах здесь я градусник в общем сюда клала посмотрела здесь 17 градусов но двери здесь закрыты и конечно же здесь холоднее но для рассады я думаю хорошо смотрите как вот эта скатерка подошла вот сюда на это кресло но буду использовать как плед здесь у меня вот такой огород лука это я достала тот ру лук который пророс в общем посадила его в землю так удобно супчик кушаешь пришел нарвал и порезала и вот тебе витамины вот здесь друзья я посадила по-моему цветочки называются и берез вот покажу вам вот эту красоту напишите у кого он бывает разным да и берез не берез а и берез гибралтари к вот вот такие красивые кустики хочу посадить их в кашпо они растут шариком они более 40 сантиметров и по плану у меня сделать кашпо из ведер которые я заказала на озоне это все я вам покажу идея просто бомбическая в общем будет кашпо своими руками в виде бочонка рейки у меня есть там вот вы видите другие рейки сейчас выйдем на улицу я вам расскажу и о тех рейках что это будет и зачем ну а пока мы в доме покажу вам свою рассаду вот такой дохленький перец один перец видите как плохо взошел вот это все был перец но очень плохо зашел больше я не буду покупать семена ну в общем сейчас нет не достану или достану вот оторвется что-то все вот купила 70 рублей отдала это семена не из дешевых видимо старые не знаю короче вот хотела вот такой перчик вот всего взошло тут ничего можно сказать досеяла туда другой потом покупала но не знаю что будет и вот сюда насеяла уже свои семена говорят свои лучше поменять не помню я был он гибрид или не гибрид но короче это уже поздно посмотрим что из этого получится семена помидорчиков все мои любимые розовые и здесь вот эти вот которые поменьше это я покупала ну типа сливок что-то такое вот короче здесь вот только розовые и вот этот отдельный сорт не знаю как называется друзья я не запоминаю в общем каждый раз что-то новое и даже мой мозг не хочет это запоминать помидорчики хорошие поливаю их этой кислотой янтарной таблеточку развожу ну и потом буду конским навозом тоже разводить подкармливать так насажала лилии лёшик мне подарил рассаду лилии покупал в озоне я как-то рассказывала в видеошот по моему все поприживались на ночь я вот так вот их укрываю не дай бог мороз вообще адаптируется красивейшие лилии есть видеошот там и о сортах тут и азиатские восточные но всего две ароматы остальные все гибриды высокие у которых цветы по 20 сантиметров в диаметре вот а вот это друзья это я вот зимой пила овес варила он не взойдет это вареные семена я их собирала и буду потом как удобрение ну и как мульча все здесь отросточки все живые лёшик очень хорошо выбирал в общем семь штук получилось на полторы тысячи ну где-то по 200 рублей вот получается вот эти вот лилии я считаю что это недорого здесь вот скоро зацветет нарцисс вот уже бутончик и уже ожили ирисы сибирский или как он называется здесь я утравила муравьев стала тут срезать и увидела кучу муравьев желтых посыпала вот этим воином в общем подохли пиончики тоже вон они просыпаются здесь два кустика это здесь растут эти это дочь мне дарила ну все по вылетала из головы пахуча гиацинты вот вот высадила и и луковицы она мне отдала но и свои вот здесь 6 этих луговичек это лилии которые росли у меня вот там в общем хризантемы стали забивать я их пересадила сюда но чтобы как-то было все под линеечку так скажем юка тоже по моему живой ну в общем все оживает на черешни вот такие вот почки и мы приближаемся к моей новой мечте видите вы вот эти вот доски брус это будет друзья шпалера есть такой канал называется старая дача блогер там наташа из белгорода очень мне нравится этот канал и у нее есть мастер-класс как она самостоятельно делала шпалеру где это шпалера будет шпалера из реек в общем я сейчас реки обрабатываю ну чтоб купил специальную пропитку как краска идет вот такая вот акватекс экстра в общем мне все понравилось у наташи в мастер-классе но единственное что я взяла на заметку от другого блогера который называется будни федора очень тоже нравится этот канал и как он красил там профи для забора то есть я вот здесь вот все застилаю это я убрала от дождя здесь картоном у меня все застелено вот это я использую как стол и сюда кладу сразу по шесть по семь реек и очень удобно красить то есть они все вот так вот в рядочек вот так и валиком шук 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 и я быстро это покрашу вот если же их не красить из необработанного дерева это все делать то потом шпалеру очень тяжело будет покрасить долго неудобно в общем я решила сначала обработать вот эти деревяшки а потом из них уже мастерить шпалеру вот так вот от одного блогера возьмешь от другого возьмешь и получается конфетка это шпалера будет цепляться на забор который уже стоит у нас вот от этих соседей и единственное что нужно будет еще купить брус или скорее всего брус потому что сварки у нас нет просить приваривать а может быть я попрошу соседу диму безотказный приварить сюда еще одну рейку и вот эта клетка шпалеры будет вставать на эту рейку и вот здесь вот будет красивый забор пока вот этого инструмента ой инструмента материала мы купили на 2 шпалеры это просчитались 6 рек еще не хватает вот мне нужно будет купить еще шесть рек вот и здесь будет вот это вот красивая деревянная шпалера планируем и сделать на все вот эти пролеты кроме на пять пролетов короче вот те два не будем делать там уже день и как-то это в стороне а здесь будет шпалеры я хочу посадить клематис и вот представляете как здесь все зовет красота теперь но вы видите что я навела порядок я убрала этот далеко с которой здесь был вообще друзья я больше не буду сажать однолетки все-таки мне нравятся многолетники цветы и растения вот и берез тут кстати это многолетник он хорошо зимует и вот такие вот шапки здесь мы с лёшиком прокультивировали и лёшик купил этот геотекстиль правда не самый плотный под плитку мы брали сюда 150 плотно здесь соточка пойдет и я буду вот так вот вырезать допустим розу куст розы купила вырезала удобрила прокопала посадила розу единственное что временно вот эти вот все чтобы геотекстиль ветром не шатала туда-сюда положила я вот видите как ничего нельзя выкидывать даже пригодились вот эти вот обрезки из плитки как груз хотела же выбросить вот а вообще продаются специальные скобы и я потом все это скобами тынь-тынь-тынь приспиливаю к земле и буду это будет клумба чтобы здесь не росла трава чтобы земля очищалась здесь вот так вот я сделала там не хватило немножко геотекстиля там вот так вот пока замульчировала скажем так чем то что было дома деревяшки всякие там вон профлист кусок лежит ну в общем замульчировала здесь тоже прокультивировали и здесь сегодня придет трава называется мой газон я здесь хочу засеять травкой цветы там не посадишь сорняки полоть я не хочу и чтобы красиво все было здесь по красоте вот немножко обрезала я абрикосы или абрикос покрасила видите вчера я этим занималась покрасила все вот эти столбики обновила сначала зачистила все это поперечинки покрасила в общем вчера целый день я красила и сейчас вот быстренько с вами пообщаюсь еще у нас буквально есть десять минуточек и загружу видео чтобы не только видео шутся хоть хоть что-то немножко что происходит да друзья я сейчас не сжигаю вообще практически ничего вот здесь был этот далекоз я его посрезала грабельками сюда вот все вот это навернула и замульчировала сливу слива кстати очень вкусно это чернослив стэнли называется и пусть эта куча здесь потихонечку гниет пусть корни здесь не сохнут там влага будет там будет жизнь происходить и это будет удобрение для дерева поэтому я не сжигаю сейчас практически ничего вот вот такая вот ромашка в том году появилась ее куча в общем куча вот было вот здесь вот вот там по плиточке где плитка лежит все было усеяно вот этой вот ромашками на птицы нанесли лучок здесь батут или батон как он называется чесночок у меня пошел расти вот следующий приезд лёшиком и тепличку здесь натянем в общем все ожило все хорошо вот и полно но она друзья это работа просто в радость да хотела вам показать отмостку уже сказала что толк есть видите я никогда еще с 30 марта чтобы я выключила отопление такого не было в апреле еще мы отапливались а тут в доме тепло вот такая вот мосточка посмотрите ничего не изменилось все чётенько все хорошо все красиво здесь уже отдыхаем красота так так покрасила я еще теперь у нас мангал золотой ну просто была вот такая краска нужно было ее использовать зачистила он поржавел в общем нужно его не хранить на под открытым небом опрятать вот пока сюда поставила здесь какой-то навес конечно тоже будет все меняться сарай мы будем обшивать делать из него конфетку и утеплять и будет он вот такой вот как наш домик пристройка покрасила видите я обновила все уголки все что здесь по облизала за зиму весь цоколь в общем красоту красивую я сделала то макушка все покрашено порядочек глаз радуется навела порядок я в этой в палисаднике вот здесь тоже все покрасила вот весь цоколь все да кстати крылечко злопыхатели которые меня учили чтобы я шлащи варить они строительством заниматься представляете она стоит и не упала почему-то спасти еще лицо простоит так а звонила по поводу металлолома может быть завтра приедут вот это все безобразие заберут сейчас металлолом по 24 рубля 50 копеек за килограмм но может быть что-то они возьмут за работу то что они приедут вот это вот тяжеленная штука это мы когда люк меняли вот это был старый люк канализационная в общем там еще труба у меня неподъемная старая из дома но не здесь она там лежит вот это все заберут хочу даже килограмм 100 вот тебе 2400 неплохо правда вот поэтому здесь вот этого бардака не будет а ну тут все аккуратненько в сторонке лежит ну а там уже вот такая вот красота здесь тоже будем делать в полиру чтобы закрыть некрасивый дом чтобы мы смотрели на красоту тоже сделаем такой же забор из шпалеры на металлической основе правда но деревянная шпалера но будет она цепляться на металлические поперечины столбы металлические и здесь посажу или виноград или тот же клематис все это вот этот соколь затянет и будет очень красивый вид но это все будет позже дорогое удовольствие хочу сказать я вам 82 вот эти шпалерки обошлись где-то если прям все посчитать около 4 тысяч рублей 3 300 даже больше чем 4 3 300 это только там вот эти уголки саморезы и само дерево плюс краска где-то около 4 300 вот здесь перетащила я видите плитку всю перетащила вот сюда чтобы здесь порядок бы вот этот палет еще нужно его как чистилку для ног использую потому что вожу здесь была сырая земля и очень многие негде почистить я вот здесь использовал просто чистила ноги его конечно же здесь этого полета не будет здесь со временем буду делать красивые ну как некрасивые а добротные грядки из поребриков такие не очень высокие но из поребриков вот и буду в них сажать клубнику здесь очень хорошее место солнечное листы металла лежат это как чтобы меньше сорняков росло и в общем здесь буду может быть и не только клубника еще что-то будет вот здесь тоже видите вот я собрала вижу сидираты у нас раз ли горчица и фацелия и вот вот это солому я собрала я не сжигала специально вся эта солома пойдет в эти клубничные грядки как удобрение так что здесь тоже вырисовывается порядочек один куст смородины у меня пропал это вот вроде ожила жимолость я покупала в том году живая а вот вот это вот болеет но вот вроде то почечки есть ожила тоже а вот за двор я пересадила два куста сирени чтобы тоже здесь красиво было вот они видите вот один и он 2 и в кого нужно такие сережечки в общем красота красивая все очень душа радуется скоро будет красивая крыша здесь у нас но это потом конечно же вам все покажу так сколько там времени 21 минута все друзья буду закругляться сейчас буду красить дальше поперечины и же ой поперечины вот это дерево нужно же покрасить с четырех сторон крась по два раза вот это уже два слоя здесь вот это один слой в общем сейчас врубаю в музыку и под музычку под хорошее настроение будем делать красоту все мои хорошие на вот этом красивом моменте я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока